Друзья, всем привет! Моя семья, так же как и я, безумно любит борщ. И он в моей семье и на моей кухне на первом месте. А что же стоит на втором месте? Это грибной суп с куриными фрикадельками и галушками. Уверена, он вам очень понравится. Давайте скорее покажу, как его приготовить. Для приготовления грибного супа с фрикадельками и галушками нам понадобится 2-2,5 литра воды, 250 граммов грибов, 30 граммов сливочного масла, 20 миллилитров растительного масла, 200 граммов репчатого лука, 400 граммов картофеля, соль по вкусу. Для фрикаделек нам понадобится 400 граммов куриного фарша, 50 граммов яйца, 10 граммов муки, соль по вкусу. Для галушек нам понадобится 50 граммов яйца, 50 граммов сметаны, 50 граммов муки, соль по вкусу. Для декора можно использовать мелко нарезанный укроп. Для начала я помыла грибы, сейчас их нарежу. Здесь у меня эринги, шитаки и портабелла. В принципе, это могут быть любые грибы, и вешенки, и шампиньоны, и даже сухие грибы, те грибы, которые вы любите. Так, нарезаем небольшими кусочками. Я нарезаю лук максимально мелко, для того, чтобы во время готовки он успел, скажем так, раствориться в бульоне, потому что этот суп едят дети, а дети не все любят лук. Нарезаем небольшими кубиками картофель. Приготовим фрикадельки. Здесь у меня куриный фарш. Посолим, яйцо, перемешиваем, и 10 граммов муки. Наш фарш для фрикаделек готов. Приготовим галушки. Яйцо, немного соли, сметана. Жирность не имеет значения, 10-15 процентов. У меня здесь 15 процентов. Так, перемешиваем. Мука. Наше тесто на галушки готово. И пусть вас не смущает, что тесто получается довольно-таки жидкое, зато галушки очень нежные, пушистые, воздушные. Не забивайте, пожалуйста, их мукой. В кастрюлю отправляем сливочное масло и растительное. Масло прогрелось, у меня сейчас средняя температура. Отправляю сюда лук. Лук должен слегка зазолотиться. Кастрюльки бывают разные, у меня здесь антипригарное покрытие, но если у вас лук чуть-чуть прихватился к дну, не переживайте, не расстраивайтесь. Вы потом зальете воду, и цвет вашего бульона станет такой красивый, соломенно-карамельный, поэтому не переживайте. Лук стал прозрачный, пропитался маслом, и вот только-только начинает золотиться достаточно, мы отправляем сюда грибы. Перемешали, теперь можно немножко посолить, чтобы грибы пустили в воду. Грибочки обжарились, аромат грибов усилился, отлично, это то, что нам нужно. Теперь сюда отправляем картофель, и для того, чтобы ускорить процесс, заливаем кипятком. Еще немного соли, и оставляем приблизительно минут на 20-30 кипеть на слабом огне. Наш суп варился около 30 минут, и картофель сварился, и сам бульон стал более наваристый, такой грибной. Делаем температуру максимально маленькой. Берем небольшие кусочки фрикадельки, и фрикадельки у нас варятся буквально 2-3 минуты. Я еще продолжаю формировать оставшиеся, а предыдущие у меня уже, видите, всплывают. У меня обычно этот суп дома, это и первое, и второе, потому что здесь и картофель, и мясо, и хлеб тот же, галушечки. Если бульон сейчас будет кипеть активно, то ваши фрикадельки могут развалиться, деформироваться, поэтому мы забрасываем их просто в горячую воду. Видите, она практически так еле-еле движется. Как только вы закончили с фрикадельками, вот они продолжают всплывать, можем приступить к галушкам. На ложечку, вот такое небольшое количество теста, и аккуратно выливаем. Тут окошки есть, и вот вы аккуратненько в это окошко небольшое количество теста. Галушки у меня получаются не слишком ровные, но зато очень-очень нежные. Я неоднократно пробовала добавлять больше муки, текстура получается плотнее, галушки получаются аккуратнее, но при этом не такие вкусные. Все, наш суп готов. Выключаем. Можно оставить буквально на 10-15 минут, чтобы и фрикадельки дошли, и галушки. Перед подачей можно добавить немного укропа. Обожаю этот суп, и вся моя семья тоже очень его любит. Обязательно приготовьте. Обязательно приготовьте такой суп дома, я уверена, он станет и вашим любимым. А больше рецептов, как сладких, так и соляных, вы найдете здесь же, на моем YouTube-канале, в моих книгах, на моих мастер-классах и на моем сайте. Комментируйте, подписывайтесь, и давайте готовить вместе, как шедевры высокой кухни, так и вот такие вкусные домашние блюда. Субтитры подогнал «Симон»!